Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Света Облязова. В этом выпуске я расскажу вам про новинку фонда Дворца Книги «Селфи» Сергея Минаева. Сергей Минаев – российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий, лауреат премии «Радиомания-2010». Он работал главным редактором русского издания журнала «Эскуайр» и был ведущим на «Радиомаяк». Он является одним из основателем сайта «Лидпром». Дебютный роман Минаева «Духли» с «Повесть о ненастоящем человеке» вышел в 2006 году. Благодаря удачной рекламной кампании он стал бестселлером и дважды был переиздан. Также он издавался в Европе и Азии. «Селфи» – девятый роман Минаева. Автор описывает изнанку популярности медийной личности. Здесь хорошо описана современная жизнь с ее соцсетями, трендами и клубами. Здесь очень много цинизма, присущего Минаеву. «Селфи» – разновидность автопортрета, заключающая в запечатлении себя на фотокамере. Поскольку чаще всего селфи выполняются с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию. Под углом, чуть выше или ниже головы. В жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто рушится мир. Это называется отчаянием. Душа в этот час полна падающих звезд. Виктор Гюго – человек, который смеется. Что имеете предъявить? Крылья. Ношеные? Конечно. Тогда все в порядке. Проходите. Ивлин Во. Мерзкая плоть. Кости. Не-не-не-не. Я туда не пойду. Не хочу. Не могу. Мне не уютно. Мне не нравится то, что там происходит. В конце концов, у меня просто больше нет сил. Послушайте, это всего на полчаса. Полчаса, и вы свободны. Последнюю фразу Жанна говорит по слогам, тоном, которым уговаривают маленьких детей перед кабинетом стоматолога или взрослых детей перед тем, как сдать их на руки наркологу. Кому как больше нравится? Ага, полчаса. А потом еще фотосессия с победителями этого, как его, щелкаю пальцами. Идиотского конкурса? Радостно и несколько истерично подсказывает Жанна. Твоя избыточная энергетика меня пугает. Это что-то гормональное? Тянусь за сигаретами. Людмила Алексеевна не курит, намекает на владелицу кабинета директора книжного, отделившегося от стены женщина, похожая на полиэтиленовый пакет для строительного мусора. Что-то бесформенное, бессодержательное и оттого таящее скрытую угрозу. Правильно делает? Закуриваю я. Дольше проживет? Наверное. Краем глаза вижу, как Жанна молитвенно складывает руки на груди и томно смотрит на полиэтиленовую. Та хмыкает и выходит за дверь. Я не могу по 128-му разу отвечать на одни и те же вопросы. О чем ваша новая книга и чьи в героя воплотились черты? Я уж молчу о том, что перед интервью можно было бы и прочесть книгу автора. Так хотя бы в гугле порылись, суки. Посмотрели бы, что я отвечал на предыдущих встречах, чтобы идиотами не выглядеть. Но вы же понимаете, журналист всегда надеется, что именно ему вы ответите что-то особенное. Что-то такое, из-за чего потом его интервью на цитаты растащат. Что, например? Беру со стола список вопросов. Вот что можно ответить на эту бессмыслицу? Чем продиктовано наличие монологов такой длины? И главное, язык какой конторский. Ты посмотри. Такое впечатление, что он не вопросы составляет, а отчет в ментовку. Да, согласна. Формулировочки еще те. И что ему ответить, чтобы, как ты говоришь, на цитаты растолкали? Пошел ты в жопу, придурок? Или твоя мать до сих пор жалеет, что встретила твоего отца? Что я могу сказать о длинных монологах людям, большинство которых даже 140 знаков в твиттере считают за много буков? Я сама им все расскажу. Жанна ловко сворачивает кулек из листа с вопросами и протягивает мне эту импровизированную пепельницу. А вы только подпишите книги и все. Сама? Я заглядываю внутрь кулька и читаю вслух. В чем состоит задача вашей новой книги? Нет, это реально текст из ментовки. И что ты на это сама расскажешь? Что задача каждой моей новой книги поиздеваться над читателем сильнее, чем в предыдущей? Напомнить ему, что год проходит за годом, а он, читатель, все такое же примитивное говно, что я еще большее говно, чем он. И вся разница между нами в том, что я поливаю его помоями бесплатно, а он мне за это платит и по телевизору меня смотрит. Это ты им расскажешь? Ненавижу. Всех ненавижу. Но на лбу выступают капли пота. Кажется, сейчас все обернется банальной истерикой. Но это же не так. Они вас любят. И вы их. Она смотрит на меня своими фарфоровыми, не мигающими глазами и кажется, сейчас расплачется. Или убедительно играет в «сейчас расплачусь». Хотя слишком она еще молода для такой убедительности. Любят они меня. Фигушки. Меня даже мой кот не любит. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Люблю Минаева за его простоту и искренность. И в этот раз это было просто приятно читать. Хотя история о писателе, который ведет разгульный образ жизни, страдает паранойей, отсутствием смысла жизни. Более того, этого писателя начинает преследовать подражатель, который дает возможность выйти из зоны комфорта и избавиться от комплекса жертвы самому герою книги. Эту книгу нужно читать, если вечером вам захотелось чего-то легкого, но интригующего и с достаточно философской подоплекой. А в чем же смысл? И почему мы иногда так страдаем от того, что в нашей жизни есть все? Минаева я люблю. Любое его произведение можно разобрать на цитаты. Он пишет красиво, жизненно, как о каждом из нас одновременно. Его герои одновременно вызывают и любовь, и отвращение. Не стал для меня исключением и Владимир Богданов, герой селфи. Дамский угодник, ловелас, звезда ТИИ, успешный писатель, который живет в свое удовольствие. Жизнь вроде бы удалась, но его все время что-то гнетет. История понравилась, книгу прочла за два вечера. Затягивает, интригует. Книга удалась хотя бы потому, что пока ты не прочтешь до конца, оторваться довольно сложно. Поток мыслей героя, в котором явно просматривается автор, заставляет с порядочной частотой откладывать книгу и размышлять. Селфи вышло правдивой и личной. Как сам Минаев отметил на презентации, в какой-то момент ее даже не хотелось выпускать. Главный герой – иллюстрация человека, всю жизнь бегущего зачем-то и упускающего главное. Я люблю Минаева. Он интересен как личность, интересно наблюдать за его проектами интервью, его интересно читать. Звонкие и острые фразы, которые выливаются в длинные речевые обороты главного героя, захватывают и сложно оторваться от книги именно из-за его умения громко говорить. Мы уже задержались на 15 минут. В дверь просовывается голова полиэтиленовой. Там полный зал. Вас ждут. Ладно, я тушу сигарету в стакане воды. За это, Жанна Викторовна, ты избавишь меня от личного интервью с редактором новинок рынка. Ты же о нем предательски умолчала. Но издательство настаивает на поддержке литературной прессы. Я эту встречу полгода готовила. Откровенно конючит Жанну. Какая поддержка! Писатель поделился с нами любимыми местами для летнего отдыха. И писатель рассказал, почему не заводит собаку. Эти заметки, безусловно, носят литературный характер. Или ты думаешь, будут другие? Надергай ему цитаты с фейсбука, заголовки он сам придумает. Какие? Уж было замечено выше. Примирительно улыбаюсь я, подмигиваю и отворачиваюсь к зеркалу. Через сколько-то там минут я должен начать встречу с прессой. Предпоследнюю. В рамках промо-тура моей новой книги Кости или Turing the Bones. Как я ее сам называю во время общения с журналистами. Называю из тщеславия. Точнее, из дешевой попытки походить на интернациональную звезду. Привет любимым Дипеш Моут и Turing the Angels. Справедливости ради стоит отметить, что промо-тур в самом деле имеет мелкую претензию на то, чтобы быть интернациональным. Книгу купили немцы, и все началось в Берлине. Чтение перед аудиторией в 40 человек. 30 ностальгирующих эмигрантов, 3 представителя немецкого издателя и 7, собственно, немецких читателей, помятых интеллектуалов, видимо, до сих пор живущих в парадигме рухнувшей стены и моды на литературу из советского блока. Сегодняшний диалог происходит в гримерке, наскоро сооруженной в кабинете директора книжного магазина. Час назад я прилетел из Питера, где провел последние 3 дня в надежде отдохнуть, с выключенным телефоном и выключенным сознанием. На мне графитовый костюм, остатки бессонницы, черная футболка с оранжевой надписью «Social Artist» и черные же круги под глазами, которые вот уже 5 минут безуспешно пытаются замазать несчастная гримерша. Она как синица подныривает мне под руки, стараясь не мешать, пока я курю, пью воду, говорю, параллельно листая ленту новостей в телефоне. В общем, мешаю ей работать. В общем, я мешаю работать всем, кто меня окружает. Так было в Казани, Ростове, Нижнем Новгороде, Ярославле, Кёльне, Берлине, Франкфурте, Лейпциге. Нет, в Лейпциге не было. Там я просто нажрался, заперся в номере и провалил чтение. Больше всех досталось представительнице издательства «Жанни». Несмотря на то, что мы работаем с ней второй год, это был ее первый читательский тур со мной. Незаметная, типичная офисная мышь, увлеченная только своей работой. Исполнительная до тошноты. Всегда и везде читающие. Книги, рукописи, журнальные статьи. Все, что содержит буквы. Конечно же, она представляла это себе совсем иначе. Близкое знакомство с автором, его друзьями, людьми с богенной тусовки, журналистами, критиками, дизайнерами, художниками, заграничными писателями. Веселые посиделки, в середине тура долгие ужины. Разговоры о литературе, смысле жизни, состоянии общества, любви, наконец. Возможно, прогулки по ночным немецким городам, в одной из которых он рассказывает тебе о замысле своей новой книги. В реальности все было несколько иначе. По мотивам романа был снят психологический триллер с Константином Хабенским и Федором Бондурчуком в главных ролях. Главный герой – известный писатель, телеведущий. Его жизнь состоит из автограф-сессий, поклонниц и ночных клубов. Но в какой-то момент писатель начинает задумываться, а для чего он здесь в этой жизни? Его начинает преследовать чувство пустоты, и внезапно все резко меняется. Он теряет работу, славу, друзей, любимую женщину. Он остается один на один с самим собой и со своим отражением в глазах других людей. Он пытается понять, почему не может узнать себя на фото и видео. Он понимает, что это двойник. И никто не может отличить самозванца от писателя, даже самые близкие. Двойник будто крадет его жизнь. Удаст ли герою вернуть свою жизнь? Можно узнать только, прочитав книгу. А найти ее можно в центре чтения Дворца книги. А вы читали Сергея Минаева? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok